Притча об отце и двух сыновьях Он хотел нам объяснить, показать наглядным образом, что Бог подобен родителям, ожидающим пропавших без вести сыновей, что Он любит нас, что Он ждет, что завидев нас издалека, узнав нас, может быть, совершенно изменившихся до неузнаваемости, Он все равно своим отцовским сердцем узнает, узнав нас, Он бежит к нам навстречу, обнимает и полностью принимает совершенно такими, какие мы есть. То есть абсолютно не заслуживающими Его отцовской любви, доброты и расположения. Есть также в этой притче старший сын, и его пример показывает нам, что хотя у Бога действительно есть к нам определенные требования, тем не менее Он все-таки отец нам, а не начальник. И на этом принципе Он строит свои отношения с нами. Не на принципе заработал-получи, а на принципе благодати. Что же это за принцип? Принцип благодати состоит в том, что все, что сегодня мы получаем от Бога, все, что нам нужно, мы получаем от Него по Его отцовской доброте и только по Его отцовской доброте, а не по нашим заслугам. И этот принцип, принцип благодати должен управлять, и я надеюсь, что он управляет, если не всей нашей жизнью, то он должен, по крайней мере, управлять всей нашей жизнью. В ближайших программах мы поговорим о Его практических применениях, о том, как Он должен работать в наших отношениях с Богом и в наших отношениях с людьми. Но в начале, прежде чем мы перейдем к этой части, к практической части, я хотел бы кое-что уточнить относительно самого Бога. Вот мы тут с вами говорим о том, что Бог, дескать, не начальник, хотя и есть у Него, может быть, к нам определенные требования, а Отец. Отец добрый, любящий и так далее. Все, что мы с вами уже сказали о Нем. Но как быть все-таки с такой вещью, как заповеди, то есть то, что мы на иврите называем митсвод? Слово митсва, оно однокоренное с еврейским словом цав, которое означает просто приказ, повеление. И, между прочим, Новый Завет, как мы с вами отлично знаем, очень часто использует слово повелевать. И Ишуа, и апостолы, которые говорили и действовали от имени Ишуа, они действовали со властью не только при изгнании бесов, но также, когда они обращались к людям. И иногда они просили, конечно, иногда они умоляли своих слушателей, свою аудиторию, но очень часто, может быть, даже чаще, они приказывали, причем без всяких стеснений и оправданий. И возникает вопрос, как же вот это сочетается с образом доброго и мягкого отца, выведенного в этой притче? Отец ведь выполнил, во-первых, неслыханно наглую, оскорбительную просьбу своего младшего сына разделить наследство при его жизни. Он дальше побежал ему навстречу, когда сын возвращается, и он моментально и полностью восстановил его в правах. Не получается ли, что когда старший сын говорит, что он столько лет безукоризненно исполнял приказания отца, потому что это то, что он действительно говорит в этой притче, вы можете прочитать еще раз убедиться, говорит, что он выполнял приказания отца много лет, так не получается ли, что он действительно выполнял приказания, То есть, отец приказывал ему, а не просил его, как это можно было бы, казалось бы, подумать, вот глядя на то, как строится у младшего сына отношение с тем же самым отцом. В греческом тексте, кстати, там как раз стоит именно это слово, энтолен. То есть, оно переводится как заповедь по велениям или приказаниям. Вопрос. Может быть, все-таки отец, он все-таки на самом деле, хоть и называется отцом, но по сути-то он начальник? Если смотреть на его поведение. Это очень важный вопрос, и от ответа на него зависит наше отношение к Богу. Давайте просто ответим сами себе вот на такой вопрос. Какие чувства вынушает нормальному человеку образ начальника или босса, отдающего приказы? В лучшем случае, если власть этого начальника справедлива, то он внушает к себе почтение, уважение и трепет и желание выкинуться перед ним по струнке, по стойке смирно, отдать честь ему. В худшем случае, если он тиран и творит всяческий произвол, то есть, самодур он, такой человек внушает страх. И в любом случае, нам не нравится время проводить ни стоя по стойке смирно, ни в страхе перед поркой. Мы предпочитаем побыстрее сделать то, что от нас требуется, ну а дальше идти себе по своим делам к жене и детям, или к друзьям, в общем, к тем людям, с которыми нам просто хорошо. Там, где нету никаких требований. А какие чувства внушает образ любящего и щедрого отца? Конечно же, именно любовь и желание близости общения. То есть, если он бежит к тебе на встречу с распростертыми объятиями, и твою честь, честь твоего возвращения устраивает пир на весь мир, то, конечно же, с таким человеком хочется проводить побольше времени, правда? От него не хочется убежать и уйти побыстрее. Друзья могут подождать, с таким отцом действительно просто классно. Вот насколько противоположны вот эти образы начальника с одной стороны и отца с другой, настолько же противоположны, конечно, и чувства, внушаемые ими. И какой образ более привлекательный, совершенно понятно, образ отца. Но что делать, повторяю наш вопрос сегодняшний, что делать с этим повелительным наклонением, которым отец пользуется, как мы с вами видим в этой истории? Ведь понятно, что Ешо выбирал каждое слово, и также Лука, когда записывал свою историю. Понятно, что слово «приказание» появилось там не случайно, что это не описка Евангелиста, Вадимова Святым Духом. Для того, чтобы ответить на наш вопрос, давайте начнем с начала. Что вначале? Вначале мы знаем, что Бог сотворил небо и землю. Он сотворил весь мир, и в том числе человека. И дал человеку заповеди плодиться, размножаться. Он также сказал, что нам нужно кушать и что нам не нужно есть. Вопрос. По какому праву Бог дает заповеди, то есть повеления? Конечно же, Он дает их по праву Творца. То есть Он, как мы говорим на иврите, Мелехаолам, Царь Вселенной. Просто потому, что Он сотворил ее. Именно по этой причине Он является царем, то есть обладает властью. Все творение принадлежит Ему, точно так же, как глиняный сосуд принадлежит горшечнику, предположим, или картина принадлежит художнику, и роман принадлежит писателю. Бог имеет полное право, полное законное право указывать нам, то есть Его созданием, как жить на созданном им земном шарике. Он точно так же имеет полное право не только объявлять нам свою волю, но и добиваться ее исполнения. Если кому-то еще не ясно, кто в этом доме хозяин, то Бог имеет полное право стукнуть кулаком по столу, гаркнуть ша, и построить на всех постойки смены. И при этом ни у кого из нас не может возникнуть никаких претензий к Нему. Потому что Он имеет на это полное право. Однако, это, как мы с вами, я надеюсь, знаем, гаркнуть и стукнуть кулаком по столу, это не его стиль. Почему? Очень важный вопрос. Если бы его интересовало просто исполнение его воли, то он вполне смог бы сотворить рабов, он смог бы сотворить роботов, может быть, не рабов, а роботов, запрограммированных на исполнение определенных действий. Или он мог бы сотворить себе кукол и дергать их за ниточки, как действуют актеры в кукольном театре. И в таком случае с роботами или с куклами, неважно, в любом случае был бы в такой ситуации в нашей вселенной полнейший порядок. То есть, все было бы именно так, как того хочет Бог. Однако, как мы с вами знаем, Он создал не роботов и не кукол, а нас с вами. Более того, в Эдемском саду Он сам посадил вот это самое дерево познания добра и зла, плод которого Он нам с вами заповедал не есть. И потом, как мы с вами знаем, в сад пришел змей и начал свой знаменитый разговор с Евой. Что было дальше, мы с вами тоже отлично знаем. Наша история, история человечества, которая началась с убийства Каином Авеля и которая продолжается в том же самом духе, к сожалению, по сей самый день. Возникает вопрос. Зачем же Он посадил это дерево? Зачем Он допустил змею появиться в этом саду? Зачем Он допустил Еве говорить с этим змеем и Адаму послушаться Еву? Если Он действительно не хотел всего этого, всего того жуткого зла, которое творилось и творится на нашей с вами земле, и Он при этом мог предотвратить его, то возникает вопрос, не должен ли Он был это сделать? Да, конечно же, Он не хотел, чтобы Адам съел запретный плод. Он не хотел, чтобы тем самым сатана стал законным правителем нашей с вами земли. Он хотел, чтобы все оставалось точно так же хорошо, весьма, как оно было в самом начале. Хорошо, весьма – это его собственные слова о его творении, когда он закончил процесс сотворения. Но есть еще одна вещь, которой Он хотел больше, чем изобилие, чем мира, чем безопасности, радости и красоты. И ради этой вещи, ради этой самой вещи, Он был готов допустить нищету, войны, убийства, горе и уродство. Что же это за вещь? Он хотел, как я понимаю, иметь на земле людей, которые будут послушны Ему не как марионетки или роботы, и не как рабы, то есть или как наемники, а как сыновья, которые будут исполнять Его волю не механически, как это делают роботы, не из страха, как это делают рабы, и даже не по совести, а потому, что они будут едины с Ним. Потому что Его закон будет у этих людей в их собственном сердце, и исполнение Его воли будет для них чем-то совершенно нормальным и естественным. Об этом очень хорошо сказал автор хроник Нарнии Клайв Стейпл-Льюис в своей книге, которая называется «Письма Баламуту». Баламут – это этакий молодой бес-стажер, который переведет переписку с более опытным бесом-искусителем о том, как делать свою черную работу. И вот в этих письмах они Бога называют врагом, разумеется. И вот в одном из таких писем старый бес пишет своему подопечному, своему стажеру вот такие слова. Послушайте, пожалуйста. «Для нас, – пишет этот бес, – человек преимущественно пищен. Наша цель – поработить его волю. Нам надо увеличить площадь нашего эгоизма за его счет. Враг же, то есть Бог, требует от него совершенно иного. Нужно твердо усвоить, что все разговоры о его любви к людям и о том, что служение ему подлинная свобода – не просто пропаганда, как нам хотелось бы думать, а ужасающая, то есть для бесов ужасающая, правда. Он действительно вздумал наполнить Вселенную множеством своих отвратительных маленьких подобий. Ему нравится, чтобы она кишела существами, чья жизнь в миниатюре подобна его собственной не потому, что он подчинил их, а потому, что их воля свободно сопрягается с его волей. «Нам, – говорит бес, – нужно стадо, которое станет нам пищей. Он хочет служителей, которые станут ему сыновьями». Важнее всего Богу неправильный выбор человека, а свободный выбор. Он дал нам свободную волю. И это именно то, что делает нас людьми. Без свободной воли нет личности, нет без нее и любви, потому что любить можно только лишь свободным сердцем. И со свободной волей, да, человек может пойти по ложному пути, и он может вместо любви выбрать эгоизм со всеми его разрушительными последствиями, как для него самого, то есть для человека, выбравшего эгоизм, так и для окружающих его людей. Но это все-таки будет выбор самого человека. Не под давлением сделанный или под принуждением, а свободным. И этот выбор, как мне кажется, Бог ценит как ничто другое. Ради сохранения свободы нашего выбора он сплошь и рядом отказывается от проявлений собственного всевластия и всемогущества. И это видно не только на примере притчи о блудном сыне, где отец покорно исполняет просьбу младшего сына, которая, в принципе, идет полностью вразрез с заповедями. То есть это просьба позволить ему уйти из дома. Вспомните, как Ешуа снова и снова запрещает своим ученикам, а также бесам, говорить вслух о том, что он является мессией. Ведь возникает вопрос, почему он это делает? Если он хочет, чтобы Израиль уверовал в него, то, казалось бы, наоборот, нужно было бы поощрять, уж если не бесов, то, по крайней мере, своих собственных учеников распространять эту весть. Рассказывать повсюду. Однако он запрещал это делать. Почему он запрещал? Потому что он не хотел, чтобы мысль о его мессианстве принималась людьми просто потому, что она постоянно крутится в воздухе, как назойливая муха, от которой уже просто никуда не денешься. Ну, дескать, посмотри. Уже все вокруг верят в то, что он мессия, а ты до сих пор не веришь, что ты самый умный. Сомневаешься до сих пор? Что-то о себе возомнил. Погляди на людей и не умничай. Господу не нужна такая вера, потому что это была бы не вера, это был бы просто результат пропаганды, результат давления так называемого общественного мнения. Это просто была бы мода, а не истинная вера. Ишо никогда не порвощал также волю и своих собственных учеников. Он призывал их идти за собой, он призывал их, но он никогда не заставлял их. И как минимум однажды он открытым текстом спросил их, не желают ли они оставить его и, в общем, выйти из этой игры. Не хотите ли и вы отойти? Задает он им вопрос в лоб, 12 ученикам. Это записано в 6 главе Евангелия от Иоанна. И у них всегда, таким образом, был выбор. И то же самое мы видим в отношениях Ишо с его отцом. Да, Бог послал бы, чтобы он принес себя в жертву за наши грехи. Но Ишо должен был это сделать, обратите внимание, он должен был не просто сделать это, он должен был это сделать добровольным. Потому что Адам согрешил по доброй воле. И Ишо действительно пошел на крест абсолютно добровольно. Откуда мы это знаем? Например, из 26 главы Евангелия от Матфея, где есть такая сцена, что во время ареста в Гефсиманском саду, один из тех, кто был вместе с Ишо, взял меч и отсек рабу первосвященника ухо этим мечом. Ишо говорит ему, что он должен вложить свой меч в ножды и объясняет. Или думаешь, говорит Ишо, что я не могу теперь умолить отца моего и он предоставит мне более, нежели 12 легионов ангелов. Как же сбудутся писания, что так должно быть? Здесь мы с вами видим, что Ишо знал без тени сомнений, что даже отказавшись исполнить волю отца, выполнить план Божий, он по-прежнему будет пользоваться привилегиями сына. Другими словами, страх лишиться своих привилегий, страх за себя в принятии этого решения у него полностью отсутствовал. Принявая решение отдать себя за нас, он был движен не каким-то страхом перед какими-то негативными последствиями отказа исполнить волю отца, а единственным желанием – исполнить то, что написано. И последний пример из жизни апостола Павла. Сам он, услышав на дороге в Дамаск голос Ишо, спрашивает, что ты повелишь мне делать? То есть, другими словами, что прикажешь мне делать? Он также часто использует это слово в своих посланиях. Однако, в самом коротком послании, послании к Филимону, он пишет следующие слова. «Имей великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу. Не иной кто, как я, Павел Старец, а теперь и узник». И дальше следует его просьба. Итак, подведем итог. Бог, безусловно, царь вселенной, потому что он ее творец. И как царь он имеет полное право отдавать нам приказы. Тем не менее, он говорит с нами тихо и спокойно. Потому что ему нужны не рабы, а сыновья и дочери. То есть, дети, которые будут исполнять его волю, как свободные, от души, с любовью к нему, без страха и принуждения. И, будучи царем, он также является отцом. Именно таким, каким Ишо изобразил его в притче об отце и двух сыновьях. И есть еще один важный вопрос о мотивации нашего послушания Богу. Это вопрос, который задал Богу Сатана об Иове. Ну, о нем на следующей неделе. Оставайтесь с нами. Спасибо. Шалом. Субтитры подогнал «Симон»